Сборная Казахстана по футболу забила три гола сборной Венгрии и одержала победу. Встреча, которая состоялась в Будапеште, завершилась со счетом 3-2 в пользу казахстанской сборной. Хозяева поля много атаковали, но молодой состав сборной Казахстана показал сильную игру и вырвал победу на европейском стадионе. Репортаж Аида Кадырбай. Начало товарищеского матча между сборными Казахстана и Венгрии получилось очень яркое. Уже на седьмой минуте первый гол забил казахстанский игрок Роман Муртазаев, а на десятой минуте гол на свой счет записал Бахтияр Зайнудинов. «Казахстан! Казахстан! 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 Казахстан!» Хозяева поля не отставали. В первом тайме мяч в ворота Казахстана отправил Адам Салаей. Во втором Кристиан Немет, захватывающий игре, успешно дебютировал за национальную сборную Казахстана 18-летний Ерки Балансий Дахмет, нападающий российской Уфы, которого называют «казахским месси». Именно его удар принес нашей сборной победу. Напомним, что этот матч также является дебютным для главного тренера сборной Казахстана Болгарина Станимира Стоилова. «У меня такие эмоции, меня они переполняют. Я очень рада. Я так горжусь, так горжусь, особенно когда ты находишься на территории другой страны». «Победа наша! Сегодня будем праздновать! Спасибо огромное за игру!» На послематчевой пресс-конференции тренеры поблагодарили команду за яркие моменты, которые держали в напряжении болельщиков на протяжении всей игры. «Я доволен от организация и дисциплина в игре, которая показала моя команда. Доволен от уверенности, которая боев в мои футболисты. Я хотел, они играют одинаково в фаза атака и фаза барона. Не случайно, я вчера сказал, что качество казахстанской футболисты не отвечает на 136-е место, которое находится в Казахстане в рейтинге. Думаю, что унгарская команда тоже показала хороший футбол, отличный. Видно, что команда высокая уродна». Впрочем, тренер венгерской сборной был явно недоволен, что его команда проспала первые атаки. «Было бы удивительно, если бы все наши решения сразу же сработали правильно. Я недоволен, хотя рад, что игроки были настроены показать характер. Дело в том, что нельзя отдавать сопернику первые минуты в качестве подарка. Во втором тайме, благодаря заменам, мы играли лучше, но я не могу быть этим удовлетворен». 26 марта сборная Казахстана сыграет еще один товарищеский матч. В венгерском фельдчете состоится встреча с командой Болгарии. «На подготовку к игре у нашей сборной немного времени, но успех после первой победы дает надежды на новые завоевания в Европе». Аида Кадырбаев, Михаил Мищенко, Хабар-24, из Будапешта.